В Дзержинском райсуде слушают дело об отмене блицконкурса проектов памятника на площади свободы. Представители общественных организаций заявляют, конкурс не может считаться законным, поскольку решение о его проведении было подписано не лично мэром, а секретарем горсовета. Законом должно быть предоставлено перелик случаев, когда секретарь местной рады выполняет правительство главы местной рады, а такие случаев законом не установлены, то секретарь Харківської міської ради перевищил свои повноважения и не мав права подписывать решение виконкому Харківської міської ради про проведение архитектурного конкурса. Также, согласно заявлению ИСУ, горсовет не мог единолично решать вопрос о проведении конкурса, а должен был согласовать его с органами исполнительной власти. Представитель облгосадминистрации, которую суд привлек в качестве третьей стороны, подтвердила слова общественников. Умовы и программы архитектурного або местобудивного конкурса погоджаются с замовником конкурса, с местной и государственной администрацией, с выполнением органов местной рады и местной организацией национальной сплки архитекторов. И хочу отметить, что материалы, что до погоджения умов або программы этого конкурса до администрации областной не подходили. Также претензии у ИСУ возникли к формулировке условий конкурса и критериям отбора работ. Представитель горсовета, в свою очередь, заявила, что члены общественных организаций не имеют права обращаться в суд от имени всех харьковчан. Ответчик говорил о легитимности деятельности исполкома горсовета, а также перечисляла его права и обязанности. Следующее заседание назначено на 21 марта. Тамара Данилова, Елена Нагорная, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».